Конечно, да, Пупсик, иди ко мне, иди ко мне, пожрём, пожрём. А в чём ты говоришь, дорогая? Всем привет, мои хорошие, спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас с вами будет мукбанг, это сосиски в панировочных сухарях. Я макала сначала в яйцо, потом в панировочные сухари, потом в яйцо, потом в сухари, потом в яйцо. И, в общем, так раз 10, поэтому они у меня получились такие крупные. Здесь у нас, значит, 6 штук, я думаю, что все 6 я смогу съесть без труда, с лёгкостью. И также у меня здесь айстин. Я в последнее время очень плохо себя чувствую, я даже пошла к врачу, и врач мне сказал, что нужно пить больше жидкости. Я врачу сказала, слушай, посмотри мои видео, посмотри, сколько жидкостей я пью. А в чём ты говоришь, дорогой? Ребята, это очень вкусно. Это просто нереально вкусно. Мне кажется, я из тех людей, которые пьют реально норму воды в день. И это не просто, знаете, из-за видео. Я в жизни тоже пью очень много воды, и даже все удивляются. Меня всегда мучает жажда, особенно летом. Летом я очень часто худею, потому что целый день я просто пью воду. Какая вкусняшка. Первый пошёл. С такой лёгкостью пошёл. Здесь ещё у меня листик салата. Я просто, знаете, украсила, чтобы красиво смотрелось, но... Съем. Это видео выйдет прямо сегодня. Сегодня я его засняла. Сейчас сяду, смонтирую. И уже выставлю на канал. Как повысить самооценку и не обращать внимания на других? Ответьте, пожалуйста. Что касается самооценки, я не могу сказать, что у меня прям такая завышенная самооценка. Может, вы меня сейчас осудите, но мне кажется... Сходите, купите себе классную одежду. Не знаю. Если у вас есть какие-то комплексы, избавьтесь от них. Вот, например, у меня у брата был один друг. И у него... Знаете, настолько всё лицо было в прыщах. Не знаю. У него нос был очень-очень в ужасном состоянии. И в общем и целом этот парень смотрелся, ну, очень несимпатично. Даже не то, что несимпатично. Над ним все ржали из-за его внешности, правильно? И у меня мама, когда его увидела, сказала такую фразу. Она говорит, мне жалко парня. А вернее, я не понимаю его родителей. Почему родители, например, не могут... Например, вылечить зубы, поставить ему брекеты. Потому что зубы у парня были в ужасном состоянии. Нос был очень кривой. И вот в таких случаях, мне кажется, как раз-таки нужна пластическая хирургия. Вот многие люди против этого всего. Но человек был настолько закомплексован в том, что он выглядит не как все. То есть выглядит как-то ужасно. У меня у брата всегда был такой характер. Он любил защищать людей, которых все обижают. Потому что ему никто ничего сказать не мог. Он такой, типа, был в школе у нас авторитет. У меня у брата очень сильно вот это развито чувство жалости. Я всегда защищала этого парня. Но вот тут вот вопрос, например, к родителям. У него мама стоматолог. Она же могла как-то помочь ему хотя бы вылечить зубы, поставить брекеты и так далее. Ну, причем такие вещи немножко до меня не доходят. Если у вас заниженная самооценка, я считаю, что есть что-то, что вас не устраивает в себе. Так вот с этими комплексами не надо жить. Вот, например, все мне говорят в YouTube, что у тебя нет проблем с кожей. Например, да вот вам с таким вот цветом не видно реально, да? Но я не могу сказать, что у меня глобальные проблемы. Да даже в жизни, например, Фатя говорит, да все нормально. У всех бывает один-два прыщика выскочит, да и ладно. Но я опять же стараюсь избавиться от этих комплексов, если это возможно, почему нет. На мой взгляд, повысить самооценку – это не просто сидеть, читать какие-то книги по психологии. Что-то менять себя. Я вам помните рассказывала про девочку Аню, да, которым я недавно написала в Инстаграме, которая очень сильно изменилась со времен наших школьных дней. То есть тогда она была очень закомплексованной девочкой, полной с брекетами, с прыщами. Сейчас вы смотрите, это такая чика. На тачке, у нее так все круто, жизнь сложилась. И те люди, которые когда-то на ней издевались, сейчас выглядят намного хуже. Поэтому, если над вами кто-то издевается, смеется и так далее, постарайтесь сделать так, чтобы не было повода вас подстёбывать. Мне кажется, все в наших руках, лишний вес, например, косметологи и все такое. Вкусняши, ребята, очень вкусно. Я вообще очень люблю сосиски. Сосиски – это прям моя слабость. Я увидела такую подачу у одного АСМР-блогера, у которого уже 8 миллион подписчиков. Я посмотрела, как она аппетитно кушает. Правда, у нее всего две штуки были. Ну, я просто знала, что двумя штуками я не наемся. Я взяла столько, сколько мне хватит, так скажем. Давайте дальше. Следующий вопрос. Где ваш папа? Мой папа проживает сейчас в России, так как он работает там. Но когда он выйдет на пенсию, он обязательно приедет сюда и будет жить здесь с нами. Вот. Как-то так. То есть у меня родители не в разводе. Очень часто почему-то пишут комментарии, что вот у тебя родители развелись и так далее. Нет, ничего подобного. Все замечательно. Если бы это было вот так, я бы вам рассказала. Я не стесняюсь таких вещей. Смотрите ли вы на данный момент какой-то сериал? Я помню, вы говорили про «Ерджай». «Ерджай» – это ветреный турецкий сериал, который, наверное, смотрят все, который побил все рекорды. Но, помните, три месяца или сколько, два месяца был перерыв, как бы отпуск у актеров сериала? Вот за этот период у меня пропал интерес к этому сериалу. Вот вы спрашиваете, почему ты так часто снимаешь? Я могу это тоже объяснить. То есть я такой человек, например, я, да, я смотрю блогера, мне нужно, чтобы он часто выкладывал видео. Вот, например, сейчас вот миллионники, да, смотришь их видео, иногда бывает в две недели один раз выложат видео, иногда бывает в месяц одно видео. Я не смотрю таких блогеров. Я люблю, когда я знаю про жизнь своего любимого блогера, постоянно что-то вот смотрю. Даже я очень часто смотрю одного блогера, у нее раза в два меньше подписчиков, чем у меня, но я ее настолько люблю, я ее настолько обожаю. Она взрослая женщина и живет, знаете, так небогато, покупает какие-то недорогие вещи, вот просто жизнь человек снимает, без никакого пафоса. Не знаю, заходит в магазин, ой, говорит, в этом месяце я не укладываюсь, и мне не получится купить вот этот парфюм, даже который стоит около 10 долларов, да, понимаете? То есть человек настолько простой, я обожаю таких людей. Даже в одном из видео она показала, как у них течет с крыши. А у меня мама такой человек, у нас на кухне такой ободранный диван, такой ободранный старый. Я маме говорю, что я хочу здесь снять видео. Да все над тобой будут угорать, ржать и так далее. Я говорю, да пусть я такая, вот я хочу быть простой, но вот это вот общество мне не позволяет такой быть. Она говорит, зачем показывать этот старый ободранный диван? Ну, все равно вы уже узнали, что у меня на кухне ободранный диван, поэтому я вам покажу как-нибудь. Меня всегда подкупает простота блогера. Простота и часто, чтобы снимала, обязательно. У меня нету, знаете, такого. Я посмотрела одно видео этого блогера, другое видео какого-то другого блогера. Я вообще не смотрю таких блогеров, как Ави, Мелиса или Лиса, что-то такое, да. Тут это совсем детский какой-то контент она снимает, на мой взгляд. Вот такой я не люблю. Хотя хорошее качество, девочка хорошая, но... Мне больше взрослые блогеры нравятся, даже постарше меня. Вот блогер, которого я смотрю. Ей около 40 лет. Например, с ФАТИ. У нас вообще разные вкусы на блогера. Вообще разные. Вот мукбанки, да, мы смотрим одних и тех же. А что касается других видео. Она смотрит других блогеров, я совсем других. И вкусы у нас абсолютно разные. Со скольки лет начала делать ногти, краситься мне 13. Я начала делать ногти, по-моему, на первом курсе университета. Все это упиралось в деньги. И тут смысл заключается не в том, что мне не разрешали и так далее. Просто не было на это возможности. Я помню, на первом курсе, в декабре, на свой день рождения, я сделала первый раз ногти. И мне настолько понравилось, что я продолжила. То есть это было настолько удобно, что гель-лак не откалывается. Ты весь месяц можешь ходить спокойно. Это было просто супер. Уже все одногруппницы тоже делали гель-лак. И нас с такой охотой рассматривали. Например, девчонка пришла после коррекции. Дай посмотрю ногти, дай посмотрю ногти. Какой узорчик. Надо тоже такой сделать. Даже когда я ехала в метро, я рассматривала маникюр других девочек, у кого гель-лак. Сейчас это обычное дело. Года полтора, наверное, назад я была в России. Я просто была в шоке над тем, насколько ухожены русские женщины в плане ногтей. Ты там смотришь, даже бабушка держится в автобусе. И у нее такой маникюрчик, который мне даже не снился. В этом плане вообще, мне кажется. Я, правда, много где не была, много где не путешествовала, но именно в России я это прям запомнила. В плане маникюрчика там вообще бомба. А краситься я начала рано, я не жалею об этом. Фатти задает вопрос, можно я приду? Конечно, да, Пупсик. Иди ко мне, иди ко мне, пожрем, пожрем. Смотрю других девчонок с подругами, там идут на боулинг, не знаю, посмотреть кино, на массаж, не знаю, в сауну и так далее. У нас с подругами сели, пожрали, от души легли. У тебя есть любимый подписчик или подписчица? Если честно, я вас всех очень-очень люблю. Я не делю, например, на любимых и не на любимых, но есть одна подписчица, так как ее аватарку я запомнила, это такой розовый цветочек. Да, я ей даже один раз написала, что напиши мне в инстаграм. Я просто хотела с ней пообщаться, потому что она меня смотрит давно и каждое видео она мне прям комментирует. И почему-то она мне ничего не ответила. То ли она не видела. Пишет всегда что-то хорошее. Не знаю, кто она, как ее зовут, но аватарка у нее с розовым таким цветочком. Если ты меня смотришь. Напиши мне в инстаграм, пообщаемся. Я хотела бы бросить снимать и заниматься более серьезным. Ребята, вы не знаете, но я работаю. То есть это всего лишь хобби. Это то же самое, как вы, например, садитесь кушать, и вы просто кушаете, а я кушаю и снимаю. То есть это не специально там. Это не работа. Но есть серьезная работа. Вкусняш. А в этот раз, кстати, хороший вопрос у меня задали. Прям просто сутать можно. Посмотрите, что закончилось. Что закончилось. И мой врач говорит, пей много жидкости. Ребят, есть кто-то, кто пьет больше, чем я. Я как сумасшедшая вчера выпила 7 стаканов чая. 7 стаканов. Мама говорит, как это в тебя помещается вообще. А моя тетя говорит, не ешь столько, тебе потом никто замуж не возьмет. Я начинаю там угорать, отшучиваться. Она говорит, я не шучу, говорит. Тетя говорит, представляете, я не шучу. Тебе все шутки шутить, а замуж надо выходить. Кто тебя возьмет, кто тебя не прокормить. Я говорю, успокойся, тетя. Я себе на кусок хлеба зарабатываю. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень, 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 сильно люблю.